Всем добрый день! Сегодня мы с вами будем готовить грибной суп с сыром или еще его можно назвать суп сырно-грибной. Здесь есть и куриное мяско, и грибочки, и сыр, и картошечка. Суп получается очень сытный и очень-очень вкусный. Кому интересно, оставайтесь с нами. Для приготовления грибного супа нам понадобится куриный бульон. Мы залили водой, посолили, и сейчас будем варить с момента закипания 20-30 минут. Пока наш бульон варится, мы с вами займемся грибочками. Грибочки у нас сушеные. С таких грибочков суп получается очень вкусный. Значит, нужно сейчас грибочки замочить водой и отварить в первой воде. Как вода закипит, минут 15 варим, сливаем и хорошо промываем. Пока у нас с вами бульон и грибочки готовятся, мы подготовим овощи. Картошечку почистим, лук и морковь. Картофель порежем на соломку, ну а лук и морковь мы будем пережаривать. В сковороду наливаем подсолнечное масло. Добавляем натертую на крупной терке морковь. Добавляем мелко нарезанный лук. И теперь мы с вами будем пережаривать. Грибочки мы с вами в первой воде отварили, хорошо промыли. Сейчас нужно их мелко-мелко нарезать. Ну, а кто-то может их прокрутить и через мясорубку. Здесь уже на любителя. Мы мелко-мелко нарезаем. Вот таким образом. Грибочки мы порезали. Сейчас займемся бульоном. На мяско от костей делить. Мяско отправляем в бульон. Также туда отправляем наши нарезанные отварные грибочки. Туда же добавляем нарезанный картофель. И добавляем пережаренный лук с морковкой. Теперь нам нужно довести до кипения. И проварить 15 минут. Вы, наверное, скажете, да когда же будет сыр добавлять. А его мы будем добавлять в самую последнюю очередь. Так как сыр нельзя кипятить. Поэтому сейчас дождемся, когда сварится картошечка. И дело дойдет до нашего сыра. Обязательно проверяем, сварилась ли картошечка. Все, хорошо режется. Значит, она готова. Смотрите, какой у нас супчик. И курочка. И картошечка. И грибочки. А сейчас мы с вами добавим сыр. И просто будет суп пальчики оближешь. Это будет объедение. У нас с вами обычный сливочный сыр. Плавленый. Здесь 400 грамм. Добавляем сыр. Наш с вами сух. Грибной. И все хорошо сейчас будем перемешивать. Нам нужно, чтобы наш сыр расплавился. Вот видите, у нас он сейчас не кипит. Как только до кипения доведем, и будем выключать газ. Кипятить сыр нельзя. Сделаем самый медленный огонь. Сразу возникает вопрос, сколько нужно сыра добавить. Я добавила всю пачку. Ну вот, посмотрите, сыр наш с вами полностью растворился. Суп приобрел такой красивый оттенок. Конечно, по калорийности суп очень сытный. Но и очень-очень вкусный. Итак, доводим до кипения и выключаем. Кому понравился рецепт, не забывайте поставить пальчик в комментариях. Поделиться с друзьями. Ну а мы с вами увидимся в следующих видео.